Строительство бассейна в Свободном длится почти три года. Объект должны были встать в эксплуатацию еще в мае 2015-го. Бассейн со спортивными залами возводят по муниципальной целевой программе развития физкультуры и спорта в Свободном на 2013-2015 годы. Однако бюджет не осилил строительство. Ну могли бы еще дольше строить, если бы не было денег. Дело-то не в том, сколько времени строишь, а сколько времени финансирования идет. Если первый год нас профинансировали на 30 миллионов, второй год на 40 миллионов, как можно построить? Цена объекта 310 миллионов. На сегодняшний день, чтобы закончить проект, необходимо 100 миллионов рублей. Одна надежда на инвесторам. Кстати, им может выступить «Газпром». В дальнейшем мы договорились с нашими партнерами. Александр Александрович проводил встречу с господином Миллером, нашел поддержку. И это явилось источником финансирования, источником продолжения строительства. Да, «Газпром» есть программа такая «Газпром детям». В настоящее время подрядчикам выполнены работы по заливке чаши бассейна для взрослых. Его длина 25 метров. В ближайшие дни его проверят на гидроизоляцию. А вот бассейн для детей уже проверяют. Кстати, его длина 10 метров. На объекте в настоящее время трудится порядка 80 человек. Площадь застройки составляет более 2000 квадратных метров. В помещении будут работать два бассейна и, конечно, различные спортивные секции. Здесь зал борьбы, зал шашки, шахматы. Что еще у нас? Теннис. Раздевалки для футболистов. Две раздевалки. То есть целый комплекс, получается, спортивный. Кстати, раздевалки для футболистов, которые занимаются на стадионе, сделают в подвальном помещении, как и обещали. Генеральный подрядчик заверил главу региона строительство на завершающей стадии. Остались только отделочные работы. В ответ Александр Козлов посоветовал подрядчикам не затягивать с выполнением их обязанностей и пообещал в первых числах ноября приехать на открытие долгожданного спортивного комплекса. Ирина Кобзарь, Андрей Цветков, Первый областной.